итак ребята всем добро утра не знаю если здесь какие-то кнопки первый раз подхожу к этой машине куда ее прислонять я нащупываю какие-то кнопки я не знаю какие открыть вот не открывается два раза нажал открывается что куда-то нажал открылась еще есть вот такие чебурашьи звуки чтобы ты чувствовал себя таким не полноценным водителем машина нормальным вот послушайте звук я выхожу с машины здесь есть авто дальний работает нормально вовремя срабатывает но ты должен рукоятку от себя вот так вот до его там загорается авто дальней но потом когда ты едешь у тебя пальцы до этой ручки не достает тебе нужно прямо вот 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 где рука должна быть это жесть и самый последний момент который меня убил здесь сейчас прям с ходу слету поставил меня в нокаут это если я хочу сделать громкость я не где здесь не могу сделать громкость нигде здесь не могу сделать громкость повысить до когда по телефону говорю мне на ходу нужно попасть вот в эту гребаную кнопку но на этом еще не все появляется вот здесь две гребаные кнопки которые мне тоже надо нажимать так ребята ну что хотел бы дополнить значит что мы имеем здесь на борту сейчас кому интересно вообще посмотрите значит я проехал 66 километров средняя скорость 19 километров в час средний расход сейчас 18 киловатт 18 киловатт у меня пол тысячи лошадей у меня такой расход если я не знаю с боксом еду и 140 километров в час чтобы его вот-вот оторвет что еще по поводу увеличения громкости самое важное громкость надо вот тут попадать я прошу прощения вот здесь есть вот такая кочерга и вот тут оказывается можно громкость регулировать вот вот такая палка удобно класть сюда руку базара нет места вообще неимоверно мало дизайн похоже на какого-то вздутого бегемота ну что это за торпеда и вот здесь зачем-то вот эта ткань это видимо не знаю козы вытирать с носу чтоб удобно было в общем кнопки чтобы поехать нужно нажать вот это и когда ты уходишь от машины ты банально жмешь на кнопки на вот этом вот чудо ключе закрываешь машину она не закрывается я минут пять потратил звонил на сервис узнать как закрыть машину я просто банально забыл что надо ее еще и выключать не только включать в общем это жопа это просто это я не знаю рекуперация здесь есть режим баран это означает режим брейк я сначала думал в режим и бисексуал баран оказывается это режим б когда ты отпускаешь педаль газа она чуть-чуть там что-то пытается с рекуперировать очень шумная машина безумно шумная двери блять ну вот бум и у тебя весь кузов барабанит она не едет вообще то есть реально она не едет у него такое ощущение я не знаю сколько сил наверное ну 150 максимум 200 она вообще не разгоняется у нее нету такого допустим если я сейчас выхожу с машину вот я отстегнулся я пошел поставь нейтраль нейтраль поставь а беда и она стоит на режиме b баран но спасибо большое при этом она на ручнике в общем мне нужно каждый раз делать вот так нежно но если я делаю по-мужски я вот так вот приехал куда то да и мне надо выйти у меня включается задние именно это вот такой учить у нет ни задняя не трялька а если чуть сильнее то тогда будет режим баран зеркало без затемнения в общем багажник есть давайте я сейчас стану в общем для чего я это снимаем для того чтобы если кто-то вам будет говорить что у меня рено зоя и это хорошая машина ребят эта машина вот видите я включаю заднюю а мне нужно нейтраль и ты будешь вот так бесконечно искать паркинг но автомат не при этом раз вы поставили вот это дерьмо ну сделайте чтобы тут был паркинг не задние это вот система нейтралки выхожу с машины она говорит вода мотор запущен выключите зажигание чтобы вам показать да вот чего я хочу показать смотрите вот этот лючок он расположен спереди ты приезжаешь на зарядку тебе нужно прежде всего нажать вот это видите не нажимается нужно еще вот здесь вот так вот машину выключить чебурашка пилим пипим сказала посмотрите на вот это чудо и ее нельзя 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 заряжать css css а вот вот только вот это а что вот здесь внизу да она не поддерживает этот разъем никак не нажимается может быть тут надо надавить нет в общем любой удар у вас повреждается вот это и вы попадаете на деньги просто попадаете небольшое касание вот этой вы знаете на что это похоже не буду ругаться что еще крыша металл все из металла вот это вот открывается да вот так место спасибо что она есть а вот это хит сезона это вообще хит сезона ребят это должно также и в теслах быть и во всех машинах зачем за это платить деньги сзади все равно никто не пользуется ребенок будет сидеть вот так вам наяривать на ходу ремни ну это какой-то уазик вот это это просто что это честно говоря вот подобное даже не могу считать за машину даже по работе если честно не хочется этим пользоваться багажник багажник есть придираться не буду для столь маленькой машины он есть ставим галочку ребята чуть не пропустил смотрите что в багажнике металл металл охренеть то есть вы можете заряжаться только вот этим говном металл это металл в 21 веке это не defender не увазит это рено металл как вы на этом ездите вот если вот это стоило 20 тысяч евро я бы еще наверное согласился но посмотрите сколько стоит это зоя или как она до рогатая зоя вот она же стоит наверно тысяч тридцать вот эта вот машина ну как 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 это покупать ребята за что там вот эти 30000 здесь чтобы сесть у тебя пол очень высоко у тебя ноги затекут пол задран потому что батарея реально по этой машине у меня складывается впечатление что ее сделали из бензиновой и просто воткнули вот сюда батарейку тут находится ни один стеклоподъемник у тебя автоматически увидите какие-то звуки она включает я должен я должен сейчас просто наверное в штаны навалить это очень крутой звук ух да спасибо за музыкальное сопровождение аэрбэги включены здесь есть бардачок спасибо что он есть сидение дико неудобное никакой поддержки нет ни боковой никакой вообще никакой но неужели это должно стоить денег я не понимаю каких то вообще такая машина здесь так сидишь как на скамейке ну они сидения вообще неудобные нельзя опустить сидение вверх либо вниз целиком нельзя только туда и сюда и вот этот угол спинки надо крутить нету такой штуки я не говорю про электропривод нет но хотя бы дерни рычаги чтоб она туда нет ты должен крутить ее долго нудно крутить как это назвать машины вообще люди не покупайте это не покупайте это это не автомобиль вот я отошел она закрылась а у меня ключ есть вообще да у меня ключ есть как за это вы платите деньги здесь есть еще что-то под капотом давайте курс глянем еще кстати что хочу сказать самое страшное неприятное это вот эти два воздуховода на лобовом стекле вы когда сидите за рулем о я сел в рено вот это звук я вижу вот эти два воздуховода ребята постоянно вижу вот вот сейчас я вам могу вы увидите да вот поймал вот вот это я вижу как водитель постоянно смотрю на вот это вот она сейчас вот здесь ну как это так потом вот это вот кочерга громкость зачем ну сделайте вы кнопки вот сюда чтоб удобно было громкости регулировать вот это вот там вот что-то где-то ковыряться очень неудобно вот это вот что я так кстати не понял что такое вот это вот ноль не понимаю касаемо анимации машинки она здесь просто нарисована моргает поворотниками стоп-сигналы ничего здесь не мечтайте ничего не отображается удержание в полосе работает авто дальние работает молодцы подогрев руля на хера зачем на эту кнопку давайте откроем капот и будем наверное завершать на эту потому что и нет нечем удивить расположение педали вообще то есть ты если хочешь удобно сесть я метр восемьдесят вот мне вот так у меня руль посмотрите где то есть мне надо до него дотягиваться чтобы чуть-чуть в локте был согнут вот и у меня уже ноги я сижу какая-то смотрите позе эмбриона как за это можно платить даже по работе вот я сейчас умоляю и прошу чтобы этой машины у нас не было что это как тебя открыть как тебя открыть я же уже дернул внизу что мне еще здесь надо браться я не вижу нет это резинка реально я не могу открыть капот но я же не дебил я знаю то что здесь палочка вот палочка они сделали и внизу ты и ищешь машинально вверху вот это чудо вот она вот так здесь под капотом никакого не багажника вам ничего и наверняка вот это вот чудо инженерной мысли еще надо приезжать каждый 10 тысяч бабки платить чтобы они вот тут вот лазили рекуперации вообще работает плохо one pedal drive здесь даже не мечтай поэтому в основном работаешь тормозами ну мое мнение если вот эта машина стоит тысяч 20 новая ну наверное можно взять но увы она столько не стоит она стоит дороже наверняка там тридцатку за нее хотят ну за 30 можно взять уже годовалую машину нормальную электромашину тройку теслу или еще что-то да но однозначно я попробовал рено это не то в плане управления она просто как машина ничего выделить про нее нельзя она нормально поворачивает и надо очень много места чтобы развернуться а подвеска мягко комфортно да ничего не болит голова не трясется то есть вы подвеска нормальная но управление на ней нету это просто ведро ветров ведро с болтами это нельзя назвать машины и вот так она звучит везде как консервная банка то есть ты ударяешь и этот звук происходит а вот закрываю дверь брум слышите продолжение вот это сопровождение это она меня так встречает смотрите я закрыл двери ухожу от нее окна не закрываются не мечтайте вот она закрылась у вас так дождь туда и будет лить подошел к ней ну-ка дай мне этот звук вот я сажусь загружается звук и посмотрите я прям все сел еще раз два раза на этот звук издает это просто потрясающе зато юсби смотрите на эти юсби здесь даже тайп си нету в общем ребят по работе даже молюсь чтобы эту машину не дали это это чудовище они машина вот тут все тупит нажимаешь ждешь вот я нажал видите через сколько отклик происходит смотрите как долго я нажал настройки вот 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 и после этого ребята которые говорят то что там тесла шумная машина не буду ругаться не буду на вас ругаться ребят вам нужно просто сесть вот что-то такое подобное да что сейчас на рынке предлагают ну ведь зараза по деньгам приближается но функции никаких нет просто никаких нет ужасно отвратительный автомобиль рено это невозможно покупать за свои личные деньги не за что тут платить вообще не за что даже подлокотника нет я еду у меня рука она просто она должна вот тут где-то упасть вот лежать хочешь положить вот сюда у тебя вот эта штука все время переключается а и на финал очку забыл показать смотреть подаль тормоза на 30000 километров